Теперь, с недавних времен, Дубай, Лимассол, Кипр, Армения, Казахстан — это как регионы России. Я был в Дубае, практически везде русская речь. Я приехал сюда, здесь одна русская речь, здесь вывески на русском языке. Ты когда понял, в какой момент, что пора менять место жительства? Это не место жительства. Мы уехали. Но не значит, что мы поехали туда жить, у нас там ничего нет. Мы, ну, в период, когда нам захотелось уехать. Это была осень прошлого года? Когда мы поняли, что, блин, поехали. Но это эмиграция или это? Да нет, мы просто поехали. Мы просто, просто была возможность уехать, просто мы понимали, что в данной ситуации сложившейся нам просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься, не эмиграция, просто уехать в данный промежуток времени. Хочется уехать и побыть, ну, где-то далеко. Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности вот этого всего, что происходит. Мне стало очень тяжело еще, и моей супруге очень тяжело стало, и мы поехали. Ты можешь сказать, что тебя именно, что тебя именно не устраивает в том, что происходит сейчас в России? Блин, ну ты, очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего сейчас ответа тебе. И это и есть проблема, одна из больших проблем, что сейчас в России, к сожалению. Ну, мне страшно, мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно. Мы с вами перед эфиром беседовали, вроде бы это все так или иначе связано с пиаром, сотрудничеством с торговыми домами и прочее. При этом выяснилось, что вы совершенно как-то вот, ну, мне кажется, легкомысленно относитесь к тому, что в сети есть, оказывается, сайты, которые представлены как ваши официальные сайты, а на самом деле к вам отношения не имеют. То есть вас не заботят о том, что там в благосфере про вас пишут, да? Вам важно то, что про вас думают коллеги? Ну, естественно. Я не считаю вообще интернет и какие-то сайты, и тем более уж комментарии к ним, к каким-то заголовкам, к каким-то статьям в интернете. Не считаю, что нужно придавать огромное значение. И проще, наверное, и понятнее, когда это говорят тебе в лицо, и понятно, кто это говорит интернет. Наверное, тема отличается, то, что любой человек, независимо от своих физических и умственных данных и развития умственного, может писать все, что угодно про любого человека, высказывать свое собственное мнение. Никаких обид или там, как сказать, короче, близко к сердцу это все не воспринимаю. Я знаю, что есть на самом деле, я знаю, как ко мне относятся родные и близкие люди. Для меня главное – это их покой. Они у меня, слава богу. А кто у вас родные и близкие люди? Вы ведь разведены, насколько я понимаю. У меня дочка, у меня родители, у меня близкие друзья, у меня есть девушка. А, у вас есть девушка? Да. Она общается с дочерью? Да. Хорошо. Вы собираетесь как-то в перспективе оформлять? Ну, о будущем, наверное, не будем говорить. Хорошо. Я не люблю посвящать всех свою личную жизнь, поэтому достаточно того. Тогда последний вопрос из личной жизни про дочь. Кем она будет? Нет, про дочь я могу много чего говорить. Да, ну, вы вот кем вы ее видите в будущем? Кем она хочет стать? Кем она хочет стать, я не понимаю. Потому что… Ранаватка. Ей сейчас нравятся танцы. Она занимается танцами и очень часто и много времени проводит, так сказать, в кружке танцев. Я надеюсь, что она будет хорошим человеком. Это самое главное. Чтобы она была хорошим человеком. Я закончила школу, потом поступила в институт, имела высшее образование. В какой-то спортивной сфере я ее однозначно не вижу. Да и она себя тоже. А у вас образование какое, кстати? У меня высшее, но сейчас я… Высшее какое, что вы заканчивали? Я заканчивал институт физкультуры университет в Петербурге имени Лесговта. Сейчас получаю второе высшее образование в экономическом университете. Которое раньше называлось инженерно-экономическом университете, сейчас… Зачем? Развиваюсь. А это никак не мешает тренировкам, занятиям? Во-первых, мне не мешают новые знания для того, чтобы тренироваться. И для меня это никакой недовесок. А во-вторых, благосклонность преподавателей тоже дает свое. Злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова